Друзья, я снова рада всех приветствовать! Меня зовут Нина. Что неожиданно войдет в вашу жизнь и изменит ее? Что удивит, что порадует в самое ближайшее время? Это расклад общий, поэтому я не могу сказать, в какой срок это произойдет. Я не могу загадывать срок, например, на месяц конкретно либо на два, так как расклад, я напоминаю, общий. Поэтому для каждого это будут разные сроки. И перед началом гадания я советую вам, чтобы вы могли ориентироваться в этих сроках, загадать индивидуально свой срок, как вы интуитивно это чувствуете от нескольких дней до нескольких месяцев. Но не тот срок, который вам хочется, чтобы это произошло, а именно как вы чувствуете, что изменения и перемены в вашей жизни могут быть вот приблизительно в этих рамках. Вот в эти рамки и загадывайте. А мы будем смотреть, если для вас актуален этот расклад, интересная тема для вас, оставайтесь и будем смотреть, что же в загаданный срок изменится в вашей жизни, неожиданно изменится, неожиданные перемены будем смотреть. И поменяет вашу жизнь, порадует вас, удивит вас. Какие события? Итак, принимайте в удобное положение, настраивайтесь на гадания, старайтесь ни о чем не думать, старайтесь расслабиться, успокоиться. Если же есть какая-то сфера жизни, которая очень сильно волнует, вы о ней можете подумать. И возможно именно эту сферу карты раскроет сегодня больше всего, потому что бывает, что кого-то тема финансово волнует, карты раскрывают ее больше. Либо чаще у нас думают о любовной, что у нас королева жесток, возможно вы та женщина, которая смотрит сегодняшний расклад королева жесток, точнее. Вот и так, значит думайте либо о себе, либо о том, что вас волнует, либо вообще просто успокаивайтесь, расслабляйтесь, доверяйтесь картам, и они все покажут, все расскажут. Давайте смотреть, что же, что же вас удивит, что же вас порадует. Ну, карты больше сейчас показывают ваши сегодняшние, смотрите, ой-ой-ой, что у вас тут в жизни происходит. Ожидайте перемен, вы ожидаете перемен, потому что здесь были очень сильные разрушения, колоссальные разрушения, здесь и обманы, предательства. Вот, вы хотите легкости, вы хотите, наконец, чтобы душа ваша радовалась. Смотрите, вот эта девятка кубков, это, я скажу, свет в конце тоннеля. Смотрите, вот эта темнота, эта тьма, в которой вы сейчас находитесь, она меняется на свет. Вы, знаете, возможно, вот сейчас вы прощупали какой-то путь в своей жизни. Либо для тех, кто еще находится до сих пор в этой тьме, в самое ближайшее время вот появится огонечек, надежда появится, у которого вы схватитесь и вернете себя к жизни. Потому что, смотрите, вот здесь такие карты идут, словно вас сейчас как ничего может не радовать. Вы закрыты. Вас не радует даже, вот не то, что жизнь, а вообще все, что вокруг, то, что солнце, птицы поют. Вы даже на это обращаете внимание, не обращаете точнее внимания, потому что тяжело. На душе идет тяжесть, идет закрытость. Здесь много обмана, здесь много предательства, здесь много неискренности. Здесь есть люди, которые желали, скорее всего, зла, которые как-то негативно повлияли на то, что сейчас происходит. Но здесь вот идут разрушения. Пока карты не показали, в какой сфере, возможно, в деловой сфере, возможно, в рабочей сфере тут жезлы идут. Но и девятка кубков может говорить о том, что хочется личного счастья. Поэтому, возможно, тех, кто сегодня смотрит этот расклад, волнует больше либо карьера, либо личная жизнь, ну, либо и то, и другое. Потому что башня, это все-таки еще, ну, может говорить о работе даже в какой-то степени. И жезлы об этом говорят. Ну, а также башня, это может говорить о кардинальных переменах в вашей жизни. Причем, знаете, это не такие перемены, к которым вы долго шли, к которым вы готовились заранее, вы все пригадали, все просчитали. Здесь такие перемены, которые накрыли вас, знаете, вот как ушатом воды обдала, обкатила. Вы вообще не ожидали, вообще были не готовы. Либо перед фактом вас поставили. Либо произошло что-то такое, вот, когда вы вообще не рассчитывали, что могут предать даже люди близкие, да, которым вы верили больше всего на свете. Но давайте все-таки посмотрим, с чем это связано. Если карты показывают такое вот состояние ваше, то, возможно, оно как-то влияет на то, что может происходить в будущем. Давайте посмотрим, все-таки с чем связаны эти разрушения, что это за обман, что это за предательство в вашей жизни, который вот на данный момент вас ввел в такое состояние. Что это за такое вот расстройство в вашей жизни, что ли? Смотрите, действительно, какие-то близкие люди. Десятка Пентаклей очень часто говорит о семье. О том, что, знаете, вот предали люди близкие, либо же изменения связаны с вашими родными. Вот тут, смотрите, обман опять. Вот эта семерка мечей и накрывается прям этой луной. Тут, конечно, ну, знаете, возможно, здесь был уход любимого человека. Предали те, на кого вы рассчитывали больше всего, от кого вообще не ожидали предательства. Предательство было с той стороны, с которой вы бы не подумали. Вот до сегодняшнего дня, скажи вам, кто, что такое случится, вы бы сказали, это не со мной, со мной такое никогда не произойдет. А вот сегодня вы понимаете, насколько вы были тогда наивны, насколько вы верили в то, что счастье ваше, оно крепкое и нерушимое. А оказалось, знаете, вот как, все как карточный домик, мгновенно, в одно мгновение око моргнули и все, и все сломалось, разрушилось. И предали родные, близкие, те, кому лежала душа, кому вы верили. Это самое тяжелое, вот это самое действительно тяжелое. Знаете, ощущение того, что либо это уже в прошлом у вас, да, либо же так, как все-таки это показывают карты, до сих пор какой-то отпечаток мог остаться. Либо для кого-то вот на данный момент сейчас идет такой период, когда вы пытаетесь подняться с колен, когда вы пытаетесь встать, когда вы пытаетесь жить, начать заново. Вот он тут с жезлов, когда вы пытаетесь нащупать, да, вот этот вот свет в конце тоннеля. Ну, смотрите, здесь еще так карты ложатся, что настолько вам либо было тяжело, либо на данный момент, действительно, вот на душе тяжело, что, ну, не видите, не видите смысла в жизни. И вот здесь просто что-то цепляет еще, что-то еще цепляет, да, у кого-то, может быть, это родные, близкие люди, которых вы вот боитесь, что, ну, случись с вами что-то, и кому они нужны. Может быть, родители ваши, которые за вас сильно переживают, да, вот, может быть, семья еще, да, вот какие-то есть люди, близкие, которые не предали, которые возвращают вас к жизни. Может быть, это ваши дети, может быть, даже вот у кого-то кошка-собака есть, и вы питаетесь, вот на данный момент энергии, они вас подпитывают, они дают силы, они возвращают, они дают вам возможность забыть о том, что были такие разрушения. Но здесь, я говорю, здесь, возможно, именно с мужчиной, если смотрит женщина, что-то не сложилось. Для мужчины, если смотрит мужчина, возможно, с женщиной у вас женщина предала, ваша любимая. Ну, знаете, здесь, может быть, еще как предательство, вот не только мужчины, да, но здесь еще были, может быть, ваша подруга, ваш друг, вот такое состояние есть. В карьере, знаете, здесь не только личные отношения, здесь вот действительно кого-то может волновать именно личная жизнь, расклад у нас общий, кого-то финансовые вопросы, карьера, когда вас подставили, причем жестко, причем те люди, которым вы доверяли, открывались на 100%. И вот это такая, знаете, подстава, предательство, которое вот прям вас сломило, не хочется жить, не хочется двигаться, нужно подниматься. Вот смотрите, тройка жезлов, вы понимаете. Ну, вы человек сильный, тут стержень есть, да, вас так просто не сломить. Эти преграды здесь, возможно, на вашем пути уже были, но вот эта сложность, она, ну, прям вот вообще вас подкосила. Но все равно вы человек, как я говорю, со стержнем, человек, который любые преграды пробьет через асфальт этот росток, пустит свой росток. Вот вы на данный момент сейчас, знаете, вот как настроены на то, чтобы вернуться к жизни, быть счастливым. Вот настроены даже по этой девятке кубков, недаром она здесь выпала такой вот, к таким светом, ярким лучиком. Несмотря ни на что, вы готовы двигаться, все-таки готовы подниматься ради того, чтобы быть счастливым человеком. Ну, еще раз я повторю, здесь вот мы все-таки спрашиваем у карт, что же порадует, неожиданно, что изменится. Вот смотрите, здесь есть надежда, здесь есть луч, вот что-то появится такое, что перекроет вот эту рану, перекроет эту боль. Какое-то время она еще будет у вас, да, может быть и сейчас, как я говорила, здесь уже давно это в прошлом, но оно до сих пор болит. А вот здесь появляется такой лучик, может быть даже вот вы потеряли близкого человека, вот в прямом смысле слова здесь, может быть уход близкого человека из жизни. И вот знаете, здесь в ближайшее время резко, неожиданно, внезапно происходит какое-то изменение, что-то появляется, какой-то интерес, появляется еще какой-то новый смысл в вашей жизни, который вот вносит краски. Потому что, смотрите, вот эти карты, они темные, даже десятка пентаклей, ну вот она тоже здесь неплохая карта, но она больше показывает, откуда идет предательство. А вот девятка кубков, она вот действительно как свет, она освещает своим светом вот ваш дальнейший путь. Вот куда вы идете по восьмерке кубков, вы сейчас идете не знаете куда, вы бредете с закрытыми глазами, вы доверяете только собственной интуиции. И вот она вас выводит на путь, она вас выводит к свету. И вот этот вот свет в самое ближайшее время, точнее вот в те сроки, которые вы загадываете, появится. Пусть здесь еще не перемены кардинальные, но свет, смысл появляется в вашей жизни. Ну давайте посмотрим, что же порадует вас. Что это за свет, что это за надежда. Давайте посмотрим, карты подробнее нам расскажут. Я надеюсь, что в будущем ожидается, что изменит, что неожиданно порадует вас. Что изменится, что неожиданно порадует вас. Вот мне карты очень показывают, как тяжело, как тяжело вам на душе. Знаете, вот судьбоносный момент вашей перерождения, вы другой человек. Либо если вы мужчина, другой, если вы женщина, другая. Вы совершенно новый человек. Ну смотрите, победа идет. Посмотрите, вы вылазите из этого всего. Вы действительно поднимаетесь в колен. Поднимаетесь. Ой, смотрите, императрица. Ну все у вас будет. У вас все в будущем. У вас еще все впереди. Неважно. Вот мне сейчас напишут, мне 60 лет, мне 70 лет. Ну вот вам же еще остался промежуток времени. Кому-то большой отмерен. Кто-то смотрит молодой этот расклад. Отсмотрит разных возрастов. Кто-то уже постарше. Но вас еще ожидает в будущем счастье. Но обратите внимание, я при вас достаю карты. Вот чернота, чем она накрывается? Смотрите, чем. Радостью, победой, процветанием, плодородием. Судьбоносный момент. Не просто так вы это все проходите, а для того, чтобы получить награду. Для того, чтобы действительно пробиться к этому свету. Здесь победа в любви. Здесь победа чувств. Также шестерка Жезлов говорит о карьере. Если кто-то планирует сделать карьеру, вы добиваетесь успеха. Императрица. Если нас смотрит женщина, особенно детородного возраста, я здесь еще все-таки вижу, что у вас еще может быть ребенок. Двое у вас, трое. Еще один может быть в будущем. Потому что появляется мужчина для любви, мужчина для жизни. Мужчина, в которого вы верите и который оправдывает ваши надежды, ваши ожидания. Вот эта победа. Вот если вы действительно ожидаете счастья в личной жизни, семейного счастья, теплого, здесь лучших карт даже не могло выпасть. Императрица – это карта плодородия, могущества, семьи, процветания. А самое главное, что карта императрица для свободных женщин, девушек всегда говорит о паре. Если смотрит мужчина, то карты говорят о том, что появится женщина в вашей жизни, которая будет императрицей. Это не просто женщина, которой нужно что-то легкое, а женщина, которая умеет обустроить быт, создать в доме уют, может родить ребенка, может воспитать своих детей. Если же смотрит женщина, то вы та самая императрица, у вас еще это все в будущем. Для тех, кто в возрасте смотрит этот расклад. Здесь я расклады не ограничу на мужчин, на женщин, на молодых, на тех, кто в возрасте. Каждый интуитивно должен понять, какая информация касается его. Если вы не можете понять, что касается вас, значит вам лучше заказывать личные расклады. Для тех же, как я говорила, кто в возрасте, здесь, конечно же, процветание, изобилие, успех, обретение дома. Карта императрицы очень часто говорит «свой дом». Возможно, вы мечтаете о своем доме. Вот всю жизнь была такая мечта, вот эта победа, осуществление мечты о своем доме. И любимый человек рядом. Потому что вот если бы выпала карта жрица, здесь могли бы быть сомнения, а будет ли рядом в жизни еще мужчина. Но если выпадает императрица, это всегда говорит о том, что здесь семья, здесь мужчина, здесь по судьбе вам не одному доживать свой век. Ну, это я образно, конечно, говорю. Никого я этими словами не хочу обидеть. Потому что комментарии пишут разные, к любому слову могут придраться. Ну, вот такая здесь идет информация. Но здесь идет ваше перерождение, ваше новое рождение. Здесь идет изменение. Здесь, смотрите, вы словно бы встаете вот после вот этого, вот этой несправедливости, вот этого вот удара судьбы, который вы пережили в прошлом. Либо вот сейчас кто-то переживает. Потому что здесь такие карты прям вот образные, яркие падают. Вот что я скажу здесь очень многим девушкам, женщинам, мужчинам, которые смотрят этот расклад, очень-очень тяжело на душе, в сердце. Знаете, вы можете еду не показывать. У вас может и в доме быть хорошо, и порядок, и все. И люди так просто даже не скажут, что у вас в душе слезы, боль, рана, печаль. Жить не хочется. Другие думают, что у вас все прекрасно. Вы цветете и радуете жизни. А у вас-то на самом деле внутри, ну прям вот крик отчаяния, вот крик отчаяния, единственное, что приходит на ум. И знаете, здесь вот именно идут люди, да, люди, которые либо вас развели, вмешались в отношения, вот как-то бесцеремонно влезли в ваши отношения, в вашу жизнь. Здесь зависти много, много негатива, вот тому, что у вас все складывалось, у вас все получалось, либо в личной жизни, либо в карьере. Вот здесь может и то, и то волновать тех, кто сегодняшний расклад смотрит. Ну а здесь идет либо мужчина новый, да, вот если у вас уже действительно все в прошлом, либо новый мужчина в вашу жизнь, рыцарю кубков. Мужчина с любовью, мужчина с заботой. Мужчина действительно влюбленный в вас. Я даже не скажу, что вы, может быть, поначалу его заметите, ответите ему взаимностью. Но здесь есть какой-то, либо воздыхатель уже есть возле вас какой-то, вот крутится он со своим кубком, прям вот активно готов войти в вашу жизнь. Либо же еще в будущем. Ну, либо же, знаете, я могу сказать так, что если у вас сейчас отношения с мужчиной, вот может быть, помоложе, и вы не понимаете, что в отношениях, здесь этот мужчина может быть действительно для серьезных вам отношений, для отношений, для семьи, для создания чего-то прочного, прочного союза семейного. Ну и также в карьере. Вы знаете, здесь карьера, самореализация для тех, кто прощупывает себя, нащупывает себя, ощущение того, что вы находите себя. Знаете, здесь даже может быть такое, что вот сейчас вам сложно, потому что вы потеряли свою цель в жизни, вот в плане того, что что-то разрушилось, да, это было целью вашей жизни. Вы шли к этому, вы строили, вы двигались, и вот здесь словно бы у вас отняли эту цель. И у вас, вот вы не знаете, чем дальше заниматься, что дальше делать, потому что здесь вот действительно много лет могло быть положено на то, чтобы добиваться вот успеха в том, что отняли у вас, что ушло от вас. И здесь вы словно бы обретаете, да, либо нащупываете, чем дальше вам заниматься, обретаете себя. Либо же действительно, вот как я говорю, здесь может быть человек новый войти в вашу жизнь, и это будет смыслом вашей жизни дальше. Либо же вы находите вот какое-то занятие, вы развиваете себя. Может быть, вы творческий человек, да, вы вот как-то начнёте заниматься творчеством и прощупаете себя в этом. Вот прощупаете себя, и это вот прям вот настолько вас затянет, потому что императрица — это созидание, это гармония, это творчество, это строительство, то, что мы строим, делаем. Вот может быть, что-то своими руками, что-то в вас есть, заложены какие-то силы, какой-то дар в вас может быть. Вот он может проснуться. Вы можете просто ради интереса чем-то таким заниматься, и это настолько откликнется в вашей душе, что постепенно вы себя вот благодаря этому занятию можете вытянуть. Здесь для кого-то вот есть такая подсказка. Обратите внимание, что у вас, может быть, что-то получалось. Либо когда-то вы хотели рисовать, петь, писать, вязать, шить, вышивать. Вот когда-то, может быть, вам что-то нравилось. Вот попробуйте сейчас чем-то заняться. Здесь, знаете, словно бы вы в этом начинаете прощупывать какой-то рост. Найдя какое-то дело, вы можете в свою жизнь постепенно опять вернуть гармонию, радость, счастье. Вот это перерождение. Но здесь действительно какой-то переломный момент, судьбоносный момент. Знаете, вот говорят, что вмешались люди, они сглазили, они, может, сходили, делали. А если бы они не вмешались, у меня бы жизнь была по-другому. Это вам суждено было, вот пройти это испытание. Это не просто потому, что люди злые, да. А судьба вам этих злых людей послала, чтобы вы смогли преодолеть это препятствие и дальше жить, да. Дальше строить свою жизнь, уже понимая, что есть такие люди. Они могут встретиться на вашем пути, но вы уже это прошли. Вы знаете, как с этим бороться. Вот такая здесь идет информация. Давайте еще посмотрим. Давайте еще посмотрим, что там в будущем. Неожиданно войдет в вашу жизнь, порадует вас, удивит вас. Изменит к лучшему, наконец. Да, вот здесь действительно что-то. Что-то очень хорошее идет в вашу жизнь. Изменения по судьбе очень хорошие. Словно бы вы дождались тех изменений, которых так долго ждали. Здесь какой-то мужчина идет в вашу жизнь. Смотрите, королева Пентакли, вы для него. Знаете, я вам скажу так. Здесь два мужчины в вашей жизни идут. Один может быть помоложе. Либо это новый человек. Знаете, рыцарь кубков не обязательно говорит о том, что это человек моложе. Рыцарь кубков может говорить о том, что это мужчина новый, которого вы еще не знаете. Либо с которым вы вот познакомились. Либо еще познакомитесь в будущем. И вот этот король мечей, очень часто король мечей говорит о бывших. Все, с кем у нас уже были отношения, с кем мы расстались. Причем расстались не очень хорошо, некрасиво. Возможно, через скандал, либо через предательство. Также король мечей может все-таки говорить о том, что это какой-то человек идет, такой вот жесткий, военный, настроенный, так серьезно, решительно к вам. Поэтому, знаете, здесь в будущем может быть два человека. Либо это два новых мужчины в вашей жизни. Просто один может быть помоложе, другой постарше. Либо же все-таки в вашу жизнь идет один новый мужчина. Уже не обязательно, что он будет помоложе. Это может быть любого возраста. А другой, которого вы уже знали. Либо знали в прошлом. Либо у вас были отношения. И знаете, мне даже идет такое ощущение, что здесь вот именно тот человек, который действительно вас предал, который ушел, с которым вы расстались, либо с которым у вас сейчас идет расставание. Потому что, знаете, здесь есть мужчина, с которым вы как судьбой повязаны. Вот вы с ним повязаны. И человек уже может уйти из вашей жизни сам по своему желанию. Сам мог все разрушить. Но всю жизнь он как-то будет несчастлив. У него будут женщины, у него будут создаваться какие-то союзы. Но это все кратковременно, нет долгосрочного, прочного союза. Либо же будут отношения, которые вот они все равно развалятся. Отношения непрочные. Потому что, знаете, есть вот такое выражение на чужом несчастье. Своё счастье не построишь. Вот это что-то из этого. И здесь человек постоянно будет возникать в вашей жизни. Вот на протяжении всей вашей жизни, может быть, даже и с ним у вас что-то сложится. Я не исключаю такой вариант, потому что здесь общий расклад. Но, может быть, тут новый мужчина идет однозначно в вашу жизнь. По рыцарю кубков есть новая любовь, новые чувства, новая привязанность, которая, наконец, вот заглушает боль в душе, боль в сердце. Но я не исключаю, что для многих, так как расклад общий, все-таки может проиграться то, что отношения у вас могут быть именно с тем человеком, с которым уже когда-то у вас были отношения. Ну, либо вот что-то складывалось такое. Да, вот, может быть, серьезные отношения. Либо сейчас у вас какие-то отношения, которые разрушаются, вот, возможно, с ним. Но если же это человек из прошлого, вот, понимаете, здесь есть мужчина, да, несмотря ни на что, с кем бы у вас, с ним, либо с новым, этот мужчина, он все равно будет рядом. Вот вы цветущая, да, вы девятка Пентакли. У вас будут периоды падения, будут периоды, когда будет тяжело, и материально может не хватать, и по работе может быть плохо, но все равно вы найдете в себе силы восстановиться, вы найдете в себе силы расцвести и в финансовом плане, и в материальном плане, и выглядите, возможно, вы на все сто, потому что девятка Пентакли – это женщина, которая, ну, в любом возрасте хороша, в любом возрасте молода, и это тянет, будет тянуть его через время, да. Смотрите, даже этот человек мог понижать вашу самооценку. Вот он, когда вы были вместе, мог держать вас чем угодно, и тем, что вот постоянно могли быть такие упреки, да кому ты кроме меня нужна, я вот только себя терплю, я только с тобой живу. Да ты вот с таким багажом, тут у каждого свое может быть, да, у кого-то то, у кого-то причины, он мог найти любые и цепляться за это, что ты вот с этим никому кроме меня не нужна. Здесь мог быть такой мужчина в вашей жизни. И вот этот мужчина сейчас же, который всегда говорил, что я вот король, я нужен всем, а на тебя никто не посмотрит, после того, как будет расставание, после того, когда вы начнете расцветать, когда он поймет, что без него вы еще лучше, вы еще красивее, вы еще могущественнее, оказывается, не сумел он унизить, да, принизить ваше достоинство, говорится, опустить вас ниже плинтуса. Пытался, да, в отношениях однозначно он пытался вас принизить, как только мог. Вот здесь такое идет. А вы, смотрите, расцветете так, что придет он к вашим ногам и будет всю жизнь, понимаете, вот всю жизнь будет ходить за вами хвостом. Вот идет мне это ощущение. Вот недаром, смотрите, вы как королева Пентакли отвернулись и смотрите уже на свое совершенство, смотрите на свою самореализацию, на себя смотрите, отвернулись наконец от этого, который постоянно принижал вас. Вот всю жизнь, сколько жили, возможно, мог принижать, да. Либо если отношения были, да, он пытался манипулировать, держать вас любыми способами. А потом, знаете, вот вроде вы с ним пытались что-то создавать, я тут резко, знаете, вот этот обман, предательство, что-то такое идет. И вот он, да, который будет за вами еще бегать и всю жизнь от вас никуда. Вот, ну, никуда я не вижу, что вы от него, вы уже хотели бы отвязаться. Но сказать, что он причиняет вам какие-то неудобства, я не скажу, потому что вы все равно счастливы. Через страхи, через опасения, через переживания, что, возможно, не получится. Все у вас получится. Посмотрите, какие на вас идут карты. Вы роскошная женщина. И в будущем только расцветать будете. Смотрите, королева Пентакли, еще рядом Девятка Пентакли. Ну, такое сочетание, ну, редко встретишь. И умница, и красавица. И в карьере, смотрите, прям вот, может быть, расцвет. А может, кто-то даже свое дело откроет, да. Неважно, какой у вас возраст. Возможно, вы подумываете о чем-то таком. Может быть, что-то у вас получится. Да, и умница, и красавица. А мысли-то такие присутствуют. Знаете, вот есть поговорка «Не родись красивой, а родись счастливой». Возможно, вот часто вы так думали о себе. Не родись красивой, а родись счастливой. Потому что здесь, знаете, женщина, все при ней. Все у нее, казалось бы, есть. Живи и радуйся. А вот видите, судьба, она бывает такая, да. Но и на вашу улицу придет праздник. И у вас будет счастье в вашем доме, в вашей жизни. Смотрите, солнце. Знаете, вас могут еще радовать дети. Для тех, у кого есть дети, это, конечно, ваша радость, ваша надежда, ваша опора, ваше счастье. Это то, ради чего действительно вы держитесь, ради чего вы поднимаетесь, ради чего вы идете дальше. Для многих это дети. Для многих, кто вот помоложе, у вас в будущем обязательно будут дети, которыми вы будете еще гордиться, которые будут вашей опорой, вашим счастьем. Ну а для тех, кто уже в возрасте, у кого нет детей, то будет солнце сиять еще в вашей жизни, будет праздник. Вот эти страхи. Девятка мечей всегда говорит о надуманных, страхах. Очень много страха у вас о том, что ваша жизнь закончена, что ничего в будущем нет. Да, у кого-то уже может быть возраст такой. Многие пишут, что куда уже, куда мне ждать. Но карты говорят, что будет. Будет радость, будет счастье, будет солнце в вашей жизни. Будете счастливы. И в карьере, и в финансах. Знаете, вот действительно здесь личная жизнь идет, и финансовые вопросы многих может волновать. Потому что здесь идет расцвет. Вот и в вашей личной жизни, вот этот верхний ряд карт говорит о том, что в вашей личной жизни обязательно придет мужчина. Либо это возвращение мужчин. Больше, конечно, склоняюсь к тому, потому что здесь даже два, как я говорю, и возвращение мужчины, и новое обязательно в вашей жизни еще будет. И в работе. Вот вы словно бы, как я говорила, нащупываете себя. Здесь действительно кто-то может, даже если у кого-то сейчас есть работа, карьера, и вы вообще уверены, что никогда в жизни свой бизнес не откроете. Вот вы госслужащий, может быть, вы связываете. Но вот здесь, знаете, здесь либо параллельно вы еще чем-то все-таки будете заниматься, и у вас будет колоссальный доход, расцветание, расцвет. Либо же вы все-таки оставляете эту свою работу, потому что что-то вы нащупаете. И вот даже в самое ближайшее время что-то нащупаете, что будет приносить вам доход. И вы потом даже оставите свою работу и будете расцветать по девятке Пентакли. Вот такой расклад. Знаете, вот замечательные прогнозы. Даже не хочется больше ничего выкладывать, чтобы не портить вот эту энергию, энергетику. Давайте все-таки еще совет для вас, потому что здесь, возможно, очень тяжелое состояние. Либо кто-то уже выходит из этого состояния. Но есть отпечатки, отголоски. Поэтому давайте все-таки еще на Тару спросим совет для вас, чтобы действительно ваша жизнь менялась только к лучшему. И чтобы не пропустить, возможно, эти изменения. Либо чтобы больше не было вот этого негатива в вашей жизни. Вот совет для вас, вот Тару. Что они скажут? Что посоветуют? Совет для вас, Тару. Знаете, вот эта пятерка Пентакли, она говорит, как бы вам ни было тяжело, в каких бы вы зависимостях ни были, не стоит падать с духом. Не стоит падать с духом. И знаете, вот этот рыцарь Пентакли всегда говорит, что... Ну вот у нас все-таки звучит тема. Скорые, резкие, быстрые, да? Внезапные перемены. Но рыцарь Пентакли говорит все-таки настраиваться на то, что перемены будут постепенные. Не стоит форсировать события. Не стоит желать сразу, здесь и сейчас. Вы выйдете... Вот смотрите, из этого состояния пятерка Пентакли в рыцарь Пентакли. Вы выходите из этого состояния. И вот эта зависимость ваша, она уходит. Она обязательно уйдет. Вот если есть зависимость от чего-то, либо от кого-то, она уйдет. Но и дьявол — это, знаете, такая карта, которая может... Ну, может быть, такой совет прозвучит для кого-то не очень приемлемо, да? Но любите себя. Вот по дьяволу, да, может быть, какие-то ситуации используйте в свою пользу. Обращайте любую ситуацию вот в свою пользу. Ищите в любой ситуации выгоду для себя. Возможно, вы слишком много отдаете себя, раздаете себя, особенно в отношениях, да? Вот здесь все-таки, вот смотрите, Пентакли. Возможно, вы слишком много вкладываете в кого-то, да? Может быть, даже тот же любимый человек ваш, который был, вы слишком много финансово ему помогали, еще что-то. Знаете, вот если будет мужчина, не помогайте ему финансово. Если у вас появится новый мужчина, пусть он сам за себя платит, и не только за себя, еще и за вас. Ну вот, может быть, это какой-то не очень хороший совет, но вот мне так говорят карты. Не пытайтесь все и везде сделать сама. Знаете, вот как по дьяволу. Может быть, вот прикиньтесь, более слабый, чем вы есть на самом деле. Потому что все видят вас сильную, независимую, и на этом выезжают. Не только мужчины, а вообще люди окружающие. Вы действительно очень сильный человек. Вот по картам здесь, ну, знаете, любой другой сломился бы и запил бы, или еще что-нибудь похожее. А вы стоите, вы идете дальше, вы поднимаетесь. Тут действительно сложные ситуации могли быть. Даже не обязательно вот в плане личной жизни, да? Здесь и уходы, и потери близких людей идут. После которых не знаете, как оправиться, а вы идете дальше. Потому что вы понимаете, что все равно рано или поздно мы встретим близких, да? Но нужно остаток жизни прожить достойно. Если тебе отмерили эту жизнь, вот здесь идет такое понимание ваше. И вот эти карты, они, вот я просто смотрю, да, Дьявол, Пятерка, Пентакли, советуют, знаете, не показывайте всем и везде свою силу. Будьте иногда слабы. Позвольте себе вот это ощущение, когда вы слабая женщина. Вот просто слабая. Ну вот мне идет так. Ну и, как я уже говорила, рыцарь Пентакли говорит, все-таки не настраивайтесь на то, что перемены будут мгновенные, скорые, да? Вы будете нащупывать. Вот эта девятка кубков говорит о том, что в скором времени свет появится. Вот в самое ближайшее время появится то, за что вы уцепитесь. Но изменения резкими, быстрыми не будут. Изменения будут постепенно. Вот знаете, вы идите, нащупываете, увидите, ни в коем случае не бросайте. Даже если что-то не получится, даже если что-то будет казаться, ну это не мое, там вот у меня не получается. Вот у этого человека лучше, чем у меня, да? Вот у него больше прибыли. Ни в коем случае не бросайте, не поддавайтесь этим мыслям. Вот ваши страхи, они могут все перекрывать. Ваша неуверенность в какой-то степени в себе, потому что действительно здесь мог сыграть какую-то такую роль этот человек, который какую-то неуверенность в себе вам все-таки навязал. Идите, боритесь, добивайтесь в жизни того, чего вы хотите. Не бросайте, потому что рыцарь Пентакли говорит о том, что медленно, но верно к своей цели. Ну вот такой сегодня расклад. Я очень надеюсь, что он был для вас полезен. Пишите, оставляйте свои комментарии, как проигрывается в вашей жизни, как резонирует с вами. Для меня очень важна ваша обратная связь. Я очень благодарна вам всем за ваши комментарии и за теплые слова в мой адрес. За активность, за то, что вы подписываетесь, остаетесь со мной. Также есть у меня еще второй канал, где есть короткие экспресс-расклады и много другой полезной информации. Если кому-то будет интересно, ссылочка внизу в описании под этим видео. Можете переходить. Также можете подписываться. Будьте любимы и счастливы. Я прощаюсь с вами до новых встреч. Всего вам доброго, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok